сбросила 43 килограмма, чуть не умерла после пластики. Как менялась Гаара Витисян? 29-я летняя Гаара Витисян на деле подтвердила мудрость. В мире есть только один человек, способный потянуть тебя на дно или вытянуть вверх, это ты сам. 12-я миллионная аудитория бьюти-блога с интересом наблюдает ее похудение. Девушка сперва скинула 30 килограмм, потом при помощи липосакции избавилась, еще от 10 килограмм жира, продолжила худеть, и сейчас демонстрирует минус 43 килограмма, по сравнению с исходным весом. Два года назад Витисян родила сына, и как большинство женщин, набрала новые килограммы, но сумела вернуться в свои идеальные 70 килограмм, после беременности и родов. Однако похудение чуть не стоило блогеру жизни. Во время операции, по удалению обвишей кожи и занесли инфекцию, разошелся шов на бедре, врачи уже подозревали сепсис. Однако худшие прогнозы не подтвердились. От подписчиков Витисян получала не только поддержку, но и хейт. Ее упрекали в безвкусице, пристрастию к леповатым образом и даже вменяли в вину, что похудение это результат фотошопа. Однако звезда соцсетей научилась манипулировать мнением аудитории. Если хвалить себя, то получишь обвалу хейта, а если жаловаться люди будут подбадривать и ставить лайки. Целеустремленная женщина не смогла сохранить брак. Добившись своей мечты, Гаар стала матерью-одиночкой, но судя по публикациям, сожаления она не испытывает. Теперь сын занял место главного мужчины в ее жизни. Уважаемые зрители и подписчики, а сейчас минутка женского здоровья. У вас есть недержание мочи, подтекание мочи при кашле, чихании, смехе, прыжках и это доставляет вам большое неудобство. Приглашаю вас на свой вебинар, где мы разберем глубинные связи в теле и я дам вам пошаговый план по восстановлению здоровья тазового дна через призму комплексного подхода. Вся информация о вебинаре под этим видео.